Инна Яшкова работает преподавателем географии уже более 25 лет. Из них свыше 12 классным руководителем. Помимо знаний, Инна Владимировна всегда старается привить детям доброту и понимание, воспитать ответственных членов общества. В моей школе, моей любимой школе, скажем так, у нас замечательный коллектив, замечательный коллектив, педагогический коллектив и очень хорошие дети. Дети, которые понимают, сочувствуют, принимают, любят, слышат. А моя, ну, наверное, основная задача, как учителя, да, как учителя географии, научить их всему красивому, умному, доброму, то, что делается вокруг, окружающей среды. Но кроме этого, я считаю, что сегодня для меня, как учителя, самое важное – привить детям доброту. Чтобы дети слышали, понимали, воспринимали чужую боль, понимали, что такое забота, что такое взаимопонимание, что такое взаимовыручка. Свою классную очень любят дети. К каждому ребенку у нее индивидуальный подход. Она очень добрая, она всегда даже, неважно у кого, неважно из какого класса, если у кого-то из ребенка какого-то проблема, она всегда поможет, где-то наставит, как-то подскажет, успокоит. Вот, поэтому она действительно очень ценная для нас и важна нам. Она очень сильно поддерживает. То есть она может свойти за руку и начать объяснять. Может выгнать всех из класса. Типа, давай сядем, поговорим, какие проблемы, давай решим, подойдем к учителю, поговорим с мамой, еще с чем-то. То есть очень хороший человек, помогает всем. За годы ее работы с этим классом школьники изменились, говорят родители. С пятого класса мой ребенок сказал, что я хожу в школу ради классного руководителя. Все, для меня это был первый показатель. То есть когда мой ребенок пришел, сказал, мам, я буду ходить в школу только ради Инны Владимировны. И в принципе, даже сплотившись, найдя под рук класс, очень был из нескольких класс собран, с детей других районов. То есть это был такой класс с разных уголков, с разных школ. В пятый класс собирался, когда были помимо потом пришедшие дети новые, класс сумела Инна Владимировна сплотить. Он ее любит, обожает, и она его никогда не ругает. Она постоянно с нами на связи, 24 часа в сутки. Она очень замечательный человек, и жалко, что вот такая вот ситуация сейчас происходит с ней. Этой зимой Инна Владимировна оказалась в беде. Врачи поставили ей страшный диагноз – рак, злокачественная кистома. Женщина перенесла операцию и прошла пять курсов химиотерапии. Предыдущие четыре оказались неэффективными. Онкологи скорректировали лечение и назначили другие, более дорогостоящие препараты. Один курс химии стоит до 50 тысяч гривен. Четыре года назад мы потеряли отца, и потерять сейчас маму – это было бы очень тяжело. Поэтому мы всех просим, чтобы нам все помогли. Ну, просить – это очень тяжело. А что врачи говорят? Сколько сейчас нужно еще химиотерапии? Они ничего не говорят. Они говорят, что надо сделать три химии, провести еще очередное исследование, посмотреть, дает ли оно результат. В случае, если оно не дает результат, врач нас сразу предупредил, что следующая химия идет от 140 тысяч, только одна. В то же время семья продолжает судиться из-за невыплаченной страховки отца. И уже возникли сложности с получением компенсации от страховой компании для матери. Когда произошло это с отцом, страховку нам не выплатили. Они были застрахованы, прежде чем уезжать за границу, они не застраховались. И страховка уже тянется три с половиной года, никак нам никто ничего выплатить не может. Это по поводу отца. Страховка – приличная сумма, которая могла бы помочь дальше для решения следующих проблем. Все знакомые признают, что у Инны Яшковой очень доброе сердце. Она всегда поддержит словом, вселит крепкую веру и светлую надежду. Теперь женщина видит, что доброта возвращается. Я никогда не думала, что столько будет позитивных эмоций, столько будет доброжелательных отношений, столько будет пожеланий. При том, что не только тех детей, которых я сегодня учу сейчас. Ко мне пришли ребята, которых я много лет назад выпустила со школы, знаете, с одним единственным ответом, точнее, с одним единственным предложением. Мы хотим, чтобы вы выздоровели, мы хотим, чтобы у вас все было хорошо. Ко мне приходили родители моих прошлых лет, ко мне приходили родители сегодняшнего моего класса. И я от всех вижу только искренность, доброжелательность и только доброту. Наверное, действительно, доброта спасет мир. И я очень верю, что та доброта, которая вокруг сегодня меня, она спасет меня. Все небезразличные могут помочь спасти жизнь педагогу. Реквизиты счета на ваших экранах. Дмитрий Богомолов, Денис Рудь, телеканал «Репортер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова